итак друзья меня зовут андрей комиссаров я представляю университет 2035 это методический центр по цифровому образованию по цифровой трансформации образования и сегодня мы с вами поговорим про инструменты коммуникации и преподавания в онлайн mozilla hubs это очень классная штука значит что такое mozilla hubs mozilla hubs и это 3d комнаты для общения в которых есть присозданные комнаты а есть комнаты которые вы сами создаете это совершенно потрясающая вещь потому что делается все в два клика вот давайте я вам продемонстрирую значит вы можете зайти на hubs . mozilla.com и очень быстро попробовать и создать собственную комнату ну и мы сейчас с вами тоже это попробуем сделать значит вот я захожу на hubs mozilla.com вот сразу я вижу create room мы кликаем create room создать комнату значит сейчас она чуть-чуть подумает загрузит необходимые для него объекты и мы входим в эту комнату вот это комната по умолчанию да то есть комната для гостей мы можем сразу в ней смотреть все что там есть комната полностью 3d шная значит здесь еще никого нет я могу нажать enter room войти в комнату дальше мне предлагается выбрать аватара но вы знаете с точки зрения геймификации в том числе да как любят дети и ученики кастомизировать своих аватар вот я например выбрал вот такого аватара с зелеными волосами stay home и и давайте тут можно посмотреть брауз аватар и посмотреть какие тут еще есть аватары их достаточно много как вы видите да вот можно выбрать абсолютно любого и листать 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 но вот я конкретно выбрал того аватара значит давайте его возьмем accept мы используем девайс эта штука может работать очень хорошо виртуальной реальности но у нас виртуальной реальности по факту мало у кого есть прелесть этих 3d комнат в том что не нужна никакая виртуальная реальность для того чтобы вот такой эффект виртуальности испытывать поэтому я просто говорю enter on screen а здесь подойдет абсолютно любые браузеры которые используют в джей лучше всего использовать chrome значит а она сразу захватывает мой микрофон потому что я напомню что это аудио комната да но давайте я значит микрофон сделаю на всякий случай другой чтобы она не перехватывала мой микрофон вот и замью чу его да мы сейчас не будем общаться интернау значит вот я пошел в комнату вот я могу по ней передвигаться здесь пока никого нет но тем не менее вы видите я могу здесь ходить значит что еще я могу сделать я могу поделиться я могу взять вот эту ссылочку и эту ссылочку закинуть например вот татьяне хрусталёвой прекрасный татьяне хрусталёвой сейчас мы отдадим ссылочку и скажем таня заходи вот значит и сейчас через некоторое время мы здесь увидим татьяну хрусталёву а пока я посмотрю что еще можно сделать я могу здесь показывать все с экрана например я могу share screen сделать взять application window выбрать какое-то конкретное приложение вот я выберу например ту презентацию которую мы сейчас с вами рассматриваем вот она да и мы ее сейчас здесь начинаем шарить вот она презентация видите она появилась я могу ее переставлять куда угодно я могу пойти с ней сюда пойти туда и все ее будут видеть эту презентацию при этом презентацию могу перелистывать я могу прямо здесь вести урок сейчас придет татьяна она тоже сможет это делать с этим уроком можно взаимодействовать я могу взять ручку и этой ручкой что-то отмечать на презентации например важная ну немножко коряво нужно конечно приноровиться к этому вот значит что то я могу с этим делать я могу в принципе писать где угодно и на чем угодно и могу делать скриншот например я хочу снять себя на фоне этой презентации Давайте попробуем это сделать. Вот я встану так, чтобы она была у меня за спиной. А вот и Татьяна у нас. Вот такая вот со звездочкой в глазу. А в глазу звезда горит. И мы сделаем скриншот. Значит, скриншот. Вот, видите, на скриншоте я вижу, как я выгляжу. И я кликаю, значит, скриншотик, чтобы сделать такой self-screening, например. Для чего это нужно? Для того, чтобы ученики, например, выполнили ваше какое-то задание. Это задание разместили прямо здесь, в комнате. Чтобы вы понимали, что они выполнили его здесь и сейчас. А потом сделали скриншот себя на фоне этого задания. Такой скриншот себя на фоне задания позволяет нам сделать удивительную вещь. Как нам убедиться, что ученики действительно выполнили все именно здесь. Они скачали с интернета, не сделали заранее. Вот здесь это замечательно возможно. Потому что, если они делают скриншот себя в этой комнате на фоне выполненного задания, по-другому это, собственно, никак нельзя подделать. Вот. Ну и, соответственно, все могут двигаться. Татьяна, подвигайся, пожалуйста, тоже чуть-чуть, чтобы мы увидели, что ты не просто Таня-аватар со звездой в глазу, а еще и живой человек. Чуть-чуть вперед-назад походи, попрыгай. И мы, соответственно, можем двигаться. Вот такую комнату мы можем создать на абсолютно любой сеттинг. Их тут достаточно много. Мы можем взять готовые комнаты. Мы можем, например, все общаться на диване. Или в карабине корабля. Или взять из футурамы что-то. Здесь очень много всего классного. Конечно, вы скажете, это все безобразие, это все геймификация, и это детей только расхолаживает. Но, с одной стороны, возможно, вы правы, и это детей действительно расхолаживает. А с другой стороны, понимаете, какая штука? Дело в том, что вот здесь особенный пед-дизайн, вон Таня нам аквариум с рыбками поставил. Особый пед-дизайн позволяет нам, вот еще кто-то вошел, да, сделать так, чтобы вот эта среда превращалась в среду образовательную. В этом и есть мой главный сегодняшний тезис. Мы не можем для организации онлайн-обучения просто взять и копипастом скопировать наш с вами урок стандартный в онлайн. Ничего из этого не получится. В онлайне свои законы. В онлайне по-своему работает мозг, своя нейрофизиология. В онлайне свои привычки у детей. И все это мы должны обязательно иметь в виду, да, для того, чтобы хорошо работало. Поэтому необходимо знакомиться с этими инструментами, знакомиться с тем, как построить сервер Дискорд, на котором все могут жить и общаться. Знакомиться с тем, как среды онлайн-взаимодействия работают, как работают вот такие чаты, как перемежать один чат. Например, понятно, что вот в таком развеселеньком чате вы не будете проводить каждый урок. Но время от времени сделать урок такой, это существенно повышает вовлеченность ваших пользователей, ваших учеников. Как все это перемежать. Это принципиально новый способ обучения. И этому всему нам с вами надо обязательно учиться. Еще раз спасибо. Меня зовут Комиссаров Андрей. И в университете 2035 я занимаюсь направлением развития на основе данных. Мы будем рады помочь вам, в том числе и со школами, и с педдизайном. Стараемся максимально помочь именно цифровой трансформацией в переходе, да, то есть решить эти проблемы. Но если есть какие-то партнерские предложения, если есть совместные исследования, которыми вы хотели бы поделиться, материалы и так далее, мы будем очень рады тоже и вашему участию. Большое спасибо и до новых встреч!